Насталась жива, потому что скорая быстрее приехала, ее остались в больницу, слава богу, она осталась жива. Но это безобразно. Врач-реаниматолог Валерий Лукьянов, помогавший Артему Чечикову на борту самолета, сожалеет, что не смог спасти человеку жизнь. Он поблагодарил двух врачей из Кургана и испанского бортпроводника, которые боролись за жизнь Артема до последнего. Алексей Доронин, Бизнес.ФМ. Близкие погибшего говорят, что он был совершенно здоров, не курил, занимался спортом. Артема Чечикову похоронили 21 августа на Преображенском кладбище в Челябинске. Рейтинговое агентство ФИЧ снизило суверенный рейтинг Украины в национальной валюте СБ- до Трипл Си. Дефолт возможен. По прогнозам агентства, реальный ВВП Украины сократится в этом году минимум на 6,5%. В начале года на 24% сократился экспорт украинской продукции в Россию, а сокращение поставок российского газа из-за платежных споров приведет к широкой нехватке энергии, уточняет ФИЧ. В такой ситуации вполне можно было бы ожидать, что Украина объявит дефолт, но этого не произойдет. Почему, объясняет директор аналистического департамента Нордкапитал Владимир Рыжанковский. МВФ не даст Украине объявить дефолт, потому что дефолт будет обманчать то, что Украина фактически аннулирует свои все долги, в том числе перед МВФ. Вы понимаете, МВФ совершенно не входит в их план, и это еще так же плохо, потому что после этого Украина больше не получит, и это может просто закончиться за тропами. Я думаю, что, наверное, все-таки определенная финансовая помощь, конечно, будет поступать Украине, но, как правило, ключевой триггер, ключевой фактор параметра для того, чтобы помощь осуществлялась финансовая полномасштабно по различным каналам, это действующая программа с МВФ, и в этом плане в ближайшие недели, конечно, очень много будет решаться за Украиной. Как утверждает ФИЧ, ухудшилась и платежеспособность украинского правительства. По подсчетам агентства, бюджетный дефицит достигнут в 10% ВВП. Также агентство обратило внимание на резкое обесценивание гривны по отношению к доллару с конца прошлого года.